Надо разобраться со случаем, когда х есть число рациональное. Так вот, значит, дополняем доказательства теоремы утверждение. Если х рациональное число, то вопрос штрих от х равен вполне чем-то конкретному. Если х рациональное, то существует н и ж, что х равняется все н же, и вопрос штриха от х равняется ж. То есть, на 2 степени это мы действительно сегодня доказательства. Это вопрос. А вопрос штриха не может этому равняться, потому что по теореме, которую мы рационально числе ищем, доказательства, он либо не существует, либо либо не сгодит. То есть, раз сказано, что он же не равняется, по-видимому, он существует. То есть, вот только надо понять, это свойство арифма диапазона. То есть, это свойство диапазона. Оно связано с приближением и числением. Ну, на самом деле, он равен друг. На самом деле, он равен друг. И я это сейчас объясню. Конечно, мы можем запустить наш алгоритм, гурбиц, который был здесь нарисован, теперь стекло. И для рационального числа. Ну, он-то работает и остановится. Потому что оно, кажется, на границе. Не совсем. Он, вот, когда это число достигнет, вот эта точка остановится, а вот эти точки, медианка здесь будет считаться дальше, тоже по бесконечности. И они будут раздражаться. И, грубо говоря, я сейчас, чтобы объяснить, и делая немножко детали, некоторые попушу. Значит, чтобы посчитать, посчитать происходную в точке х, достаточно посчитать происходную по правому, по правому, по правому, по правому, по поводу именно вот этих последовательностей. Ну, если она равна нулю, то достаточно. Да, да. Ну, тут есть толпы. То есть, я не просто сейчас расскажу идею. Рассуждение, которое, вообще говоря аккуратно, поплатить, требует некого усилия. Почему? Это последовательность, стремящаяся к х, и если по ней производная нулевая, то это значит, что у нас лучше, что это... Не значит. Функция может по некоторой последовательности иметь хорошего производства, а под рукой дариться. Это же бывающая функция. А она, если вам просто так, значит, умельчится. Это неправда. Попробуем. У нас есть точка Х, от которой мы берем выходные, ну, касательные, если бы, когда подсчитывали. Смотрите, вот касательная маленькая. Вот она возрастает, 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 но очень редко. И тут касательная стала большая. А нас... Мы берем следующую точку, когда нам снова 0. Вот у нас оно еще есть. Я прибываю здесь снизу. Вот здесь вот у меня касательная близко к нулю. Да. Дальше вот ради функции, вот идет вот так вот, очень близко, потом делая скачок, потом вот так вот. Вот здесь касательная гигантская. А дальше слово, она минут имеет. Вещественный анализ, так сказать, в начале, в конце 19-го, в начале 20-го века люди изощрялись в приведении рисунков, примеров, функций в вещественном анализе. То есть неправда, что если по какой-то последовательности приращения стремится к нулю, отношение к приращению, то есть к приращению стремится к нулю, то из этого вообще говоря исследует, что производит равна нулю. То есть, ну а я сейчас стихно привезу только пример последовательности, которая производит равна нулю. Понимаете? Чтобы закончить доказательство, нужно предложить усилие. Но это усилие простое, просто напросто у меня последовательность будет очень хорошая. И если я вот и здесь, кому-то пишу, скажем, здесь и с минус д, то просто у меня последовательность будет, тут, видимо, на примере, последовательность будет такая нерегулярная. А моя последовательность будет регулярная. Поэтому просто напросто приращение произвольное, можно сапроксинировать приращением из моей последовательности. А я сейчас рассмотрю только последовательность. То есть я говорю, что это теорема аппроксимационная, она вот на самом деле от тебя потом приближет. То есть тут, если пересчитать аккуратно, надо, Господи сказать, выписать все неравенство, и в прошлом, так сказать, мы в какой-то реактивной татаре в оценке приращения Муземенковского, там совсем невероятные есть неравенства, которые как раз у нас на ней страницы, несмотря на то, просто на то, все. Но эти типные тропы совсем по существу, и в деталях не как-то более сложные задачи решать, там типные тропы работают вообще с невероятными интересами. А я сейчас просто тут последовательность. Итак, вот х это какое-то 7mg. Вот, между прочим, если х равно 7mg, то для m больше n, оно тоже не заститело какое-то новое решение. Потому что если х попало в последовательность fm, то оно либо fm плюс 1 находится, либо fm плюс 2 находится и так далее. Значит, и вот если у нас m большое, вот мы берем в качестве вот той последовательности, мы будем брать вот те самые соседние элементы для... значит, их принадлежит fm. Вот мы берем соседние элементы к нему языка. И вот по этой последовательности считаем произволность. Значит, превращение функций Митковского будет единица на 2 в степени m, по понятной причине, а превращение х, вот для этой последовательности, это будет... А что же это? Значит, вот у нас х, который оказался а на b. А вот у нас ц на н, значит, это элементы из fm, n. Какие же будут? А n у нас больше, чем m. Вот, скажем, n равняется n плюс k. Какой здесь вот соседний элемент из fm? А вот какой. c плюс kа, d плюс kb. Потому что в какой-то момент у нас х осталось на месте, как мы к рациональному числу приближаемся. Вот у нас оно оказалось в нашей теле. Все время бьются... Вот оно, вот у нас был интервал, в котором содержится х. Вот х оказалось в нашей теле. А дальше мы просто берем х, он никуда не меняется, а мы берем идеалы, ты сюда приближаешься. То есть каждый раз мы вот к этой дроби вот прибавили знаменатель вот этой, а вот к этой снова прибавили знаменатель вот этой. И у нас поэтому... Вот как бы это вот а на b и ц на d замерли, и здесь он меняется только k. Поэтому при раше и это здесь будет чему-то? 1 на... Значит, х у нас в б. 2 на b, а тут d плюс k, b. А вот это 2 в степени n, это 2 в степени n плюс k. Что же будет по нашей последовательности? Дельта вопроса на дельта есть. Это будет b на d плюс k, b, делить на 2 в степени n плюс k. И приказ, стремящийся к бесконечности, это, конечно, стремится к нему. Потому что в числителе линейная функция, а в знаменателе 2 в степени n. Конечно, я сейчас с луками. Я сейчас взял конкретную последовательность, стремящуюся к x и по ней посчитал производство. Ну ничего страшного, потому что давайте мы... Вот я крупнее, когда я сейчас что-то рисую. Я могу сделать все очень и очень банально. Вот x, вот скажем, x минус дельта. Мы с недостатком приближаем. Я могу x, вот это у меня, а на b, найти такое, если дельта, могу найти такое k, что число c плюс k, а, c плюс k, b, b, d плюс k, и c плюс k плюс 1, а, d плюс k плюс 1, b. Что вот между вас как раз мой гибрид, который, соответственно, я взял произвольное приращение аргумента, и я приращение аргумента зажал между превращением аргумента, который мною контролировался. И это последовательность не такая ужасная, которая здесь для контрпримеров применяется. Она отличается здесь каждому на единицу. Поэтому такой удачности не будет. а функцию я тоже могу на полности значение маной точки, могу ценить через значение пророщения функции, я сейчас не могу сообразиться. Могу зажать функцию, у меня одна точка к X приближается. Вот здесь Y, точка, в которой мы будем посчитать пророщение, она нами не контролируется, но мы ее сжимаем между двумя точками, в которой мы все контролируем. И явную форму для функции Менковского и для вращения позволяют убедиться, что здесь тоже будет стремиться к минусу. Ну давайте сделаем сейчас. Хорошо, если Y, которая есть X минус Дельта, стремится к X, то по Y мы определяем K от Y и конечно K от Y. Стремится к бесконечности. То есть если X приближает Y приближается к X, значит D стремится к нулю. Y стремится к нулю. Ой, Дельта к нулю. Дельта к нулю. Дельта стремится к нулю. Y стремится к нулю. Как бесконечности. Как бесконечности. Согласен. Согласен. Так. Дельта X. Дельта, которая есть Y минус X. Оно, значит мы хотим производить на конечном уровне нулю. Согласен. Сейчас. X минус Y все-таки. X минус. Мы его должны снизу обсудить, да? Значит мы хотим показать, что вот это обсудим снизу. Да. Снизу. Снизу. И далее. X минус C плюс K плюс 1. А D плюс K плюс 1. Да, это понятно. А это у нас A на V. То есть это будет единица на V D плюс K плюс 1 V. Правда? Да. Так. Теперь. Дельта вопросов. Которые есть вопрос от X минус вопрос от Y. По монотонности это будет вопрос от X минус вопрос от H. А чего? H A C плюс K A D плюс K B. Потому что вот вопрос надо сделать. Вот когда мы дельта оцениваем, надо вот это приближение считать. чтобы отценить снизу дельту. Да. Дельта вопрос надо оценивать сверху. То есть надо больше интервал выбрать. То есть X у нас так выше, а потом... То есть он не равен, а там не равен все-таки. И вот его творит 40. Да. А это есть, значит, это есть единица на 2 в степени какой? N плюс K. Потому что мы решили, что вот у нас C D AB это интервал F N и мы сделали H M. А если мы сделали H M раз в диаметру, то это N плюс K или номер. То номер рядом стоит так? N плюс K. Да. И H M есть бесконечность. Значит, дельта вопрос на дельта есть это будет B D плюс K плюс 1 B на 2 в степени N плюс K. Это все равно стремится к дулю приказки. Значит, оценка сверху. Это не равенство, а вот не равенство. Оценка сверху, да. Вот. Для этого это было равенство и скапано. А в общем случае мы немножко учили. Равенство разболталось, оно превратилось в неравенство. Но оценка практически такая же. Она отличается только тем, что у этого указа было знака плюс 1. Ну да. У нас очень редкая последовательность. Это вот не такая гадость, которая в принципе может быть, но у нас не подойдет. Я доказал вот это царе. И в общем случае, когда есть рациональный, когда есть иррациональный. И когда есть рациональный, я доказал, что происходит на равном уровне. Да.